Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Сегодняшний ролик посвящен теме виноделия для начинающих. Сегодня мы поговорим о том, как сделать вино, если мы ничего абсолютно не знаем, и у нас есть только виноград. Прежде чем я начну свое повествование, конечно же, надо пояснить, что если вы хотите развиваться в теме виноделия, если вы хотите делать хорошее, вкусное, классное вино, за которое не стыдно, которое будет приятно пить, то надо будет много чего изучить. Виноделие это сложный процесс и конечный результат зависит от очень большого количества параметров. Если вы это понимаете, вы можете этим управлять и приходить к желаемому результату. Но это на будущее. Сегодня мы разговариваем о том, как сделать хоть что-нибудь годное из того, из чего есть. Еще важный момент, который все тоже должны понимать, что конечный результат очень сильно зависит от того сырья, которое вы используете. Смотрите, вот дома мы не делаем котлеты из тухловой мяса, да? Мы не печем там блины или тем более пасхальную выпечку из муки по этой молью, прогорклой там или какого-то второго сорта либо обойной. Правильно? Мы для этого используем самые лучшие, самые качественные продукты. Чем вино отличается? Абсолютно ничем. Для того, чтобы сделать хорошее, вкусное, классное вино, нам нужен хороший вызревший виноград с хорошим санитарным состоянием, то есть целые ягодки, не гнилые, не плеснилые и так далее. Вот это вы должны понимать. Конечно, в сегодняшнем ролике речь пойдет о том, как сделать более-менее годный продукт из того, что у вас есть. Но на будущее, пожалуйста, запомните, что хороший результат можно получить только с хорошей ягодой. И сразу же, переходя уже к теме нашего сегодняшнего ролика, смотрите, если у вас есть какой-то слой виноград, из которого вы хотите сделать вино, не спешите его срезать. Стоят хорошие солнечные дни. Если вы чувствуете, что там кислота, если вы взяли ягодку, пожевали, и чувствуете, что там такой вот в шкурке травянистая тона, не спешите ее срезать. Если вы чувствуете, что там много кислоты в этой ягоде, не спешите ее срезать. Если ягода висит, если она не гниет на кустах, и мы понимаем, что если мы ее не снимем сегодня, то завтра у нас не будет вообще ничего, то оставьте ее в покое. Дайте ей нормально созреть. Особенно это касается тех, кто использует альфу и изабеллу. У них большие сроки созревания. И то, что у них сейчас уже более-менее набрался сахар, но кислота не ушла. Отсюда все эти байки. Нальем воды, там еще что-то. Вы работаете с зеленой ягодой и хотите получить с этого результат. Не надо так делать. Если возможно съесть, мы держим ягоду на кусте долго, чтобы она хорошо созрела. Другой вариант. Нам кто-нибудь отдал пару ведер ягоды какой-то. Ну вот здесь сложнее, потому что уже повлиять на качество этого сырья мы не можем. И мы будем работать с тем, что есть. Но те же принципы. Мы смотрим косточку. Косточка должна быть коричневой. Чуть позже просто наши действия будут зависеть от того, насколько зрелая ягода. Значит, косточка должна быть коричневой. Если косточка белая, мы с ней будем работать по-другому. Опять же, если мы пробуем, там вот такие неприятные травянистые тона, тоже будем работать по-другому. Но если вы чувствуете в ягоде кислоту и вам кажется она очень-очень кислая, еще раз, не надо ничего разбавлять водой. Да, несколько лет назад, когда только, скажем так, погружалась в тему виноделия, то я допускала эти вещи. Но на сегодняшний день, как бы уже исходя из опыта, я вам скажу, что не надо. С кислотой мы будем работать по-другому. Работать с водой можно было бы, если бы у вас были измерительные приборы, вы четко понимали, что вы делаете. Вслепую этого делать не нужно. Но маленький секретик. Значит, если вот вам кажется, что ягода прям совсем очень кислая, в идеале поместить ее на сутки-двое при температуре 40-45 градусов. Что это может быть? Это может быть теплый пол, это может быть инфракрасный нагревательный коврик, это может быть парелка в бане. Чего мы добиваемся таким образом? Часть кислоты вот этой вот едкой кусочей виноградной ягоди перерабатывается в сахар. И таким образом мы снижаем кислоту, мы получаем больше сахара в ягоде и улучшаем качество этой самой ягоды. Поэтому если вот ягода вам кажется очень кислой, работайте с ней таким образом. Если ягода еще висит на кусте, дайте ей повисеть. Дальше уже переходим к самим этапам виноделия. Берем наши ягоды, перебираем их хорошенько. Все гнилое, плохое, все выбрасываем. Оставляем только чистые, хорошие ягоды. Касательно мыть-не-мыть. Смотрите, если у вас нормальный виноград, мыть его не нужно. Конечно, если вдруг такая ситуация, что там какой-то песок, грязь, ну, может такое быть, в таком случае ополосните, просушите. Каким образом? Натря на ткань. Разложили, пусть самая, хотя бы основная вода стечет, после этого уже можно с этой ягодой работать. Значит, обираем с грибней в какую-то емкость. Ну, как правило, опять же, если у нас ничего нету, мы ни к чему не готовились. Это пластиковое витро, пищевой пластик. Все это в ближайшем хозмаге можно купить. Помещаем туда и дробим. Чем дробить? Ручками. Если небольшой объем, побольше, ножками. Для тех, у кого проблемы с гигиеной, на самом деле ноги вымыть, не проблема. Для нормальных людей можете взять резиновые сапоги. Помыть их тоже не проблема, можно с содой, хорошенько щеточкой потерять, в сапожках подавить. Строительный миксер это не про вино. Даже не буду пояснять, почему. Нет и все. После того, как мы ягоду подробили, в идеале было бы провести измерение. У виноделов, которые уже занимаются вином, есть такой специальный прибор, рефрактометр, который по капельке сока измеряет количество сахара в сусле. Но мы сегодня говорим про начинающих и уверена, что у 99,9% людей этого не будет. Опять же, в идеале сходить в ближайший хозмак и купить такую штучку, которая называется виномер-сахаромер. Он, конечно, не дает абсолютно точных измерений, но хотя бы приблизительно вы будете понимать параметры вашего сусла. Ну, это идеальный вариант. Наливаем сок в какой-то стаканчик. Сок лучше через тряпочку, через марлечку отжать, чтобы вы не в мякоти все это измеряли, а именно в соке. Смотрим процент сахара, умножаем на коэффициент 0,55 и получаем итоговое количество спирта. На этом этапе мы принимаем решение, надо нам повышать этот спирт, либо не надо. Если надо, да, мы понимаем, что вот нам мало, мы хотим покрепче, тогда 17 грамм сахара на литр сусла дает 1 градус спирта. Вносим сахар мы сразу. Ну, в промышленности допускается, либо пока половина сахара не перебродила, но вы этого не будете мерить, не будете понимать, не будете проверять, поэтому лучше сразу. Ибо если мы держим на мезге дней до 5 по времени, да, можно, когда сняли с мезги, со шкурок тогда добавить, но никаких поэтапно, никаких 250 грамм. Все вот эти рецепты, забудьте, как страшный сон. Если у нас никаких приборов нет, да, и вопрос, добавлять или не добавлять. Смотрите, мы, конечно, можем пробовать на вкус. Если вот нам кажется так прям очень сладко, ну, не надо ничего делать. Но вкусовое восприятие сахара основано на двух параметрах. На содержании сахара и на содержании кислоты. И вот если кислоты много, то даже 25% сахара вы можете не почувствовать. Это может почувствовать только профессионал, который постоянно с этим работает и знает параметры того или иного сорта, да, и знает, как это все воспринимать. Новичок, повторю еще раз, не почувствует. На что можно опираться? Значит, если вы работаете, ну, вы знаете, с каким сортом вы работаете, опять же, оценили косточку, да, оценили шкурку, если там все спелое, то можно поискать в интернете параметры сахара, которые набирают это ягоды. Но, опять же, пользуемся теми же расчетами, да, посчитали, решили, что достаточно, все хорошо. Не знаем, какой сорт. Вообще ничего не понимаем. Если чувствуем, что сладко, ничего не делаем. Если чувствуем, что кисло, если особенно там косточка зеленоватая, недозрелая, добавьте 17 грамм сахара на литр. Этим, ну, на 1 градус вы спирт повысите, и, ну, сильно картинку не испортите, да, даже если там большой сахар, это не особо повлияет. Но если маленький сахар, чуть-чуть подняли, и получите, как бы, более-менее нормальное вино. Ну, если очень хочется, вот прям вот совсем сомневаетесь, думаете, что вот в винограде вот совсем мало сахара, ну, 34, да, то есть на 2% повысите. Больше не нужно. И сахар вносим сразу, хорошенько его размешиваем, чтобы он полностью растворился. Дальше. Вот у нас есть это сусло, да, которое мы пожмякали. Если это белая ягода, то накрываем пищевой пленкой максимально плотно. Вот так. Для чего? Для того, чтобы избежать окисления. Есть отдельный ролик по работе с белой ягодой. И вообще ссылки на все полезные ролики я вам оставлю под видео в описании. С красной ягодой чуть проще. Можно этого не делать, но все равно мы обязательно чем-то прикрываем сверху, чтобы в наши сусла не лезли мухи, не лезли плодовые мушки дрозофилы, не лезли осы, и вообще туда ничего не сыпалось. Значит, перекрыли, и 2 раза в сутки мы все это перемешиваем. В норме самостоятельно брожение начинается примерно на 3-й сутки. Вот тогда мы уже видим, что оно бурное становится. До этого времени вы можете сильно не замечать брожение, но это не значит, что оно не идет. Частая ситуация, когда буквально там день прошел, и начинается, ай-яй-яй, у меня не бродит. Проявите терпение, забродит. Ну, если вот прям очень вы волнуетесь, вот очень переживаете, можно использовать культурные дрожжи. Мы всегда работаем на диких дрожжах, раньше мы запускали такое спонтанное брожение, теперь мы делаем закваску заранее. Кстати, да, если у вас свой виноград, то его ждете, пока он созреет, то за неделю можете сделать закваску. Ну, если кто-то виноград нам принес, да, вот он нам сегодня достался, то, конечно, закваски у нас не будет. Можем запускать брожение спонтанно, да, оно примерно на третьи сутки само забродит. Можем добавить культурные дрожжи. Винные, не спиртовые, не хлебопекарные, только винные. Самый простой вариант в ближайшем магазине, есть специализированные магазины, где там еще куча-куча всего, но если покупаете там, уточняйте у продавцов все нюансы работы с этими дрожжами, потому что там нюансы есть. Итак, возвращаемся к нашему суслу. Значит, два раза в сутки мы это хорошенько перемешиваем и наблюдаем. У нас уже там через сутки могут начать появляться мелкие пузырьки. Это значит, что брожение запустилось, просто еще шапка сильно не поднялась. Еще не так много дрожжей, чтобы процесс стал очень хорошо заметен, но он уже идет. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Кажется, что сусла не бродит, но если обратить внимание, вот по краешку уже идут пузырьки. А теперь, если мы пошевелим, просто еще углекислого газа не так много, чтобы поднять шапку. Такая же ситуация, если вам кажется, что сусло слишком густое, и тоже вам бабушка сказала, что надо разбавить водой. 28 раз повторяю за этот ролик. Нет. Когда начнется процесс брожения, и в принципе, когда ягоду подробили, начинают работать ферменты, которые начинают расщеплять вот эту мякоть виноградную, и через некоторое время вот это густое сусло вдруг становится не таким густым, и начинается четкое разделение шапка, шкурки и жидкость. Поэтому все эти байки про густое сусло – это байки. Так, брожение на мезге началось. С этого времени мы начинаем отсчет, сколько бродить. Средняя цифра 5. 5 дней. Если мы хотим плотное насыщенное вино, мы можем держать примерно дней до 10. Если мы хотим легкое и тонкое, мы можем держать и 2, и 3 дня. Вот сколько захотим, столько и держим. Какой хотим результат, к такому и приходим. Еще одна байка, что вот, если не разбавить водой, вино получится тяжелым. Вот эта тяжесть и плотность вина регулируются не водой, а временем выдержки на мезге. Все. Опять же, запомните, это вот как формулу, как аксиому. Но очень важно учитывать параметры ягоды. Помните, я вначале говорила про зеленую косточку, поговорила про травянистый вкус. Вот если у вас такое, 2-3 дня, все, больше не надо. А вот если косточка коричневая, шкурка прямо вот такая приятная, приятная, и вы любите плотное насыщенное вино, можете держать до 10. Средняя цифра 5. Я уже об этом сказала. Следующий этап. Мы снимаем сусло с мезги. Как это делать? Вот кратенькое руководство. Здесь я показываю на белой ягодин, с красной абсолютно то же самое. Самый простой способ. Аккуратненько, дружночком, мы вот эту шапку забираем в какую-то такую ленточку. Самую гущу. У нас немного сусло, поэтому... Самую основную гущу мы сняли, а теперь вот это просто процеживаем через друшлаг. В идеале, можно, конечно, использовать любой бытовой, но если мы будем использовать какие-то еще дополнительные ткани, специальную фильтровальную, либо любую просто чистую ткань, то сусло у нас выйдет чище. Мы используем пресс, но, как я уже сказала, это может быть обычный друшлаг. Теперь смотрите, вот это можно по руку, в мере ваших сил, просто ручками отжать, все. Будет у вас чистое снятие сусло с мозги. И вот с этой частью мы делаем точно так же. То есть какая-то ткань, повторю, любая, просто ручками отжали. Есть пресс, ну, хорошо, можно прессом, нет руками. Если мы просто будем ее, допустим, через сито, через друшлаг отжимать, у нас будет большой толстоосадок. Если мы используем ткани, в том числе и фильтровальные, то у нас получится хорошее, красивое сусло с очень маленьким осадком. После того, как мы сняли все с мезги, мы заливаем в какую-то стеклянную посуду. Классно, если у вас есть бутыль. Да? Ну, это могут быть трехлитровые банки, любая стеклянная тара, которую мы заполняем примерно на две трети и используем гидрозатвор. Вот затвор использовать правильно, затвор использовать информативно, затвор будет использовать понятно. Такой по типу сообщающихся сосудов. Но, опять же, мы же говорим про новичков, у которых нет пробок, нет затворов. Ну, хорошо, если бутыль нашли там где-то в закромах, да, но ее может и не быть, можно трехлитровые банки. Можно использовать перчатки. Но вы должны четко понимать особенности брожения вина. Потому что 90% вопросов в комментариях упала перчатка, что делать? Ничего не делать, наблюдать. Опять же, по особенностям брожения есть отдельный ролик. Интересно, смотрим. Здесь кратко. Перчатку надели, дырочку прокололи. Первые дни, скорее всего, она вам будет вот так весело махать, а потом начнет опускаться. Это нормально. Наблюдаем за поверхностью сусла. Если там есть пена, замечательно. Если там уже пены особо нет, но ощущение, как будто кто-то поплевал, такие слюнки, все, значит, брожение идет. В таком случае, вот когда перчатка опустилась совсем, да, но вы видите, что там на поверхности вот это вот все есть слюнки, берем целую перчатку и натягиваем плотно, чтобы там чуть-чуть пальчики были. И вот тогда будете видеть, что она не совсем сдувшаяся, а чуть-чуть что-то там идет. И наблюдаем за поверхностью. Самое информативное это поверхность. Как только она становится гладкой, значит, брожение закончилось. Брожение может идти абсолютно разное количество дней в зависимости от многих условий, от многих факторов. От температуры, от химического состава винограда, от степени его зрелости, от того, какие там дрожжи, от много-много всего. И даже частый вопрос, вот я снял сусло с мезги, оно не бродит. Если вы на мезге держали очень долго, то там уже практически все выбродило. Иногда бывает, что процессы идут очень бурно. Это не супер хорошо, но как есть, так есть. Еще раз повторяю, наблюдаем за поверхностью. И особенности брожения. Первые дни оно идет бурно, идет пена. Потом, когда остается совсем чуть-чуть сахара, оно очень сильно замедляется. Дрожжи там уже такие усталые, уже им от спирта плоховато. И поэтому они работают медленно. Но мы наблюдаем за поверхностью. Когда поверхность сусла становится абсолютно гладкой, никаких слюнок там не наблюдается, мы снимаем все это с осадка, аккуратненько через шланг в другую посуду и уже наполняем ее доверху. После этого все-таки желательно закрывать это гидрозатвором. Почему? Потому что после спиртового брожения есть такое брожение, которое называется яблочно-молочным. Оно идет с небольшим выделением углекислого газа, и в это время резкая, вот эта кусющая яблочная кислота перерабатывается в мягкую молочную. Помните проблемы с кислотой? Так вот, вино, такой продукт, который сам себя потом приводит в нормальное состояние. И не надо ему мешать. Не надо вот бахать эту воду. Все, бактерии поработают и сделают все как надо. Но мы не мешаем. Касательно температур. Смотрите, если мы делаем вина из светлого винограда, желательно прохладненько, градусов 15. Опять же, там много есть нюансов, и это тема отдельного разговора. Если мы делаем красное, комнатное, 20-25 нормально. И вот после того, когда мы сняли с осадка, мы тоже оставляем в этой самой комнатной температуре. Если у нас есть затвор, вот этот по типу сообщающихся сосудов, мы будем видеть небольшое колебание уровней. Будем видеть это яблочно-молочное брожение. Если у нас там просто перчатка, еще что-то, ну, мы можем этого не заметить. Кстати, стеклянные банки, например, трехлитровый, закрывайте двойными пластиковыми крышками, и просто вы даже, ну, иногда можете увидеть, что эта крышечка чуть поднимается. Приоткройте газ, выпустите и закройте обратно. Все, там ничего шибко делать не надо. И как оценить, что вообще полностью все брожение закончилось, попробуйте. и если вы ощущаете, вот пузырьки тоненькие, да, на язычке колются, значит, какой-то тип брожения идет. И с вином пока что ничего делать не надо. Когда уже этого нету, значит, вино отбродило. Еще такой момент, тоже для новичков очень важный. Когда у нас заканчивается спиртовое брожение, да, вот это бурное, исчезает пенка, вы пробуете вино, а оно кислое. Так оно должно быть кислым. Сахар ушел, кислота осталась, все, это нормально. И опять же, ничего делать не нужно. Сахар сыпать не нужно. Сахар кислоту не нейтрализует. Запомните это вот тоже. А лучше запишите. То есть для вина это нормально. Дайте ему время. Итак, у нас яблочно-молочное брожение прошло. Да, вот. Оно может идти, кстати, тоже очень разное количество времени. И месяц, и два много. Но когда мы понимаем, что оно завершилось, по возможности, мы наше вино перемещаем на холод. Как правило, уже зима наступает. На балкон, в холодную пристройку, куда угодно. Температура до минус 4. И в это время у нас будет выпадать винный камень. Винная кислота будет связываться с калием и выпадать в осадок. И таким образом количество кислоты опять же уменьшается. И вот после того, как винный камень у нас выпал, мы еще раз снимаем с осадка. И в это время, в принципе, уже можно разливать по бутылкам, если есть в этом необходимость. Если у вас объемы небольшие, можно вообще в бутылке с винтовой пробкой разлить. И вскоре вы все это выпьете. Значит, если на тот момент вам вино кисло все еще, то есть в магазинах специализированных продаются специальные раскислители. И вы используете их. Но очень четко следуете инструкциям, потому что можно убрать слишком много кислоты и таким образом убить ваше вино. Поэтому аккуратненько по инструкции смотрим, делаем, если в этом есть необходимость. Если вдруг все-таки вам кислота мешает, а вы еще хотите сладенького и так далее, и так далее. Смотрите, самый домашний вариант, такой правильный, это, например, добавлять сахар перед употреблением или за пару дней. До того, как вы вино это собираетесь пить. Можно также, опять же, если оно там вам слишком плотно, еще что-то. Идем в магазин, покупаем виноградный сок либо любой другой сок. Можно апельсиновый, да, и получится с андре. И делаем такой коктейль. По вкусу, тогда вам приятно и хорошо это будет пить. Дело в том, что вот для любителей сладких вин, которые добавляют, там добавляют сахар, непонятно как. Вы поймите, что пока в вине есть сахар, его кто-то будет кушать. Могут дрожжи кушать, пока они уже там от спирта не подомрут, да, а после этого могут присоединиться бактерии. Они в сусли есть, всегда, в любом. И они тоже могут кушать этот сахар, при этом выделять далеко не самые приятные вещества и могут испортить ваше вино. Даже сладкие десертные вина иногда портятся. То есть, когда там есть сахар, вино нестабильно. И его надо стабилизировать либо химическим путем, добавлением серы, либо пастеризовать. Но, опять же, вы пастеризовали, да, если вы где-то там что-то переливаете в другую посуду, в воздухе очень много микроорганизмов. Где-то что-то попало, тоже гарантии, сохранности нет. Да, у кого-то может храниться, у кого-то может не храниться. Поэтому имейте это в виду. То есть, если вот вам совсем хочется сладенького, то самый простой рабочий домашний вариант это просто добавить чего-то сладенького, развести в той пропорции, в которой вы хотите. Конечно, это не технологично, но зато надежно и работает. Уже делаются сладкие вина другими способами, там концентрируются сахара, это долгий процесс когда-нибудь я это попробую и уже расскажу реальную технологию, как это можно сделать в домашних условиях. Предполагаю, что кто-то из вас захочет мне возразить и сказать, что ну, что ты нам тут рассказываешь? До весны ждать? Да мы не хотим, вон куча рецептов, там вино за 40 дней, за 60 дней. Ребят, это не про вино. И я понимаю желание потреблять продукт быстро, но скажите, пожалуйста, вы блины жарите или вы едите тесто? Булки, да, вот если им положено там час стоять в духовке, то никто их не достает через полчаса и не ест, ну, да, такими полусрыми. Это не супер приятно. Точно такая же история с вином. Ему надо пройти определенные этапы. Не всему есть вина, которые можно потреблять довольно быстро, как только закончится спиртовое брожение, они уже достаточно приятные, достаточно питкие и достаточно вкусные. Но для этого надо использовать первое, спелую ягоду, ягоду с низким содержанием кислоты. В таком случае, да, мы можем уже наслаждаться хорошим и вкусным продуктом достаточно быстро. Но, повторю, для этого надо не изабеллу драть полузеленую, а использовать подходящую ягоду. Да, действительно, вино можно будет пить совсем молодым и наслаждаться им. Вот это тоже важно. Не просто пить, не для того, чтобы шумело в голове, а для того, чтобы нам было вкусно и приятно. И поэтому, вот, да, сегодня у вас есть какой-то виноград, да, вам кто-то чего-то дал, пробуйте, тренируйтесь на нем, ну, проявите терпение, проявите выдержку, и вы получите хороший результат. Если у вас растет свой виноград, дайте ему возможность созреть. Более того, у многих растет, вот он, абы как, да, за ним не ухаживают и считают, что с этого можно сделать что-то хорошее. Нет, не можно. Для того, чтобы сделать что-то хорошее, надо приложить некоторые усилия и поухаживать. Еще древний римский аграрий, который написал, наверное, одну из самых первых книг по сельскому хозяйству, Колумелла, время, да, там, где тепло и хорошо, говорила о том, что виноградарь, которые не ухаживают за своим виноградом, делают убогое вино и потом удивляются, почему у них что-то пошло не так. Так вот, за виноградом надо ухаживать. Понимаете, даже там. А у нас, северный регион, мы притащили южную ягоду сюда и хотим, чтобы она сама по себе росла. Так не бывает. Чудес не бывает. Усилия надо приложить, но если вы их приложите, вы можете получать реально классные вещи, которыми, ну, вы будете ходить и восхищаться. Вам не просто будет приятно топить, а вы будете восхищаться, что как у вас все классно, хорошо получилось. Понятно, что сегодняшний наш разговор был о том, как сделать более-менее годный продукт из того, что у нас есть в сегодняшних реалиях. Но на будущее надо работать с хорошей ягодой, надо растить хорошую ягоду. И да, надо осваивать винные технологии. Технологий много, подходов много. Сегодня мы поговорили только о самом таком усредненном, простом варианте. А на самом деле ответвлений от процесса огромное количество. И от этого тоже будет сильно зависеть результат. На канале очень много чего-то есть, поэтому изучайте под видео в описании я оставлю ссылку на плейлист Азбука домашнего виноделя. А также подписывайтесь, чтобы не пропустить новые полезные ролики. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Еще раз под видео полезные ссылки, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!